здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня вяжем подробно узор наконец-то я его не длиннее не наконец-то вот видите я уже вяжу жилет и одна деталь у меня есть вам предварительно сейчас сниму узорчик подробно то есть попетельно порядок подробно медленно схемку запечатлите за скриньте вот еще и и добавлю в инстаграм и в сообщество ютубе так что смотрите схемка будет и отдельно вот она уже скорректированная правильная такая как в оригинале схема узора к этому вот жилету который я уже вижу и будет мастер-класс подробный еще анонс хочу сделать экспериментальные вариант сопровождения как бы девчонки типа совместника сопровождения то есть после выхода видео набрать экспериментальную группу и вот именно с моим сопровождением это для тех девочек которые только начинают вязать большие изделия и как бы сомневаются в своих силах вот я предлагаю свою помощь в этом и я получусь чему-то новому как бы для меня это будет новый опыт и для вас в общем вся информация будет потом это пока в планах свое мнение вы напишите по поводу такой моей задумки вот и сегодня у меня узорчик вот видите я про пряжу про все остальное я расскажу видео из чего я вязала почему я из этого вязала где купить и это все будет буквально через три-четыре дня девчонки потому что видите одна деталь у меня готова это будет очень быстро вот поэтому пряжу вставляем на следующее видео сейчас только узор не знаю что хочу сказать вот видите я пробовала из разных хочу вам показать из разной пряжи вот это вот тоже очень красиво но я посчитала что на на жилет здесь 100 метров 100 граммах плотность я посчитала что на жилет это слишком плотная пряжа это у нас вот это вот альпины ангора она очень классная обязательно из нее что-то свяжу но не этот жилет а я остановилась вот быстренько покажи потом уже ла 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 на gold плюс али за она вот прекрасно разутеживается она мягкая то есть тот эффект который нам нужен для жилета у нас будет сейчас же пройдусь по петель на по схеме далее кто кому достаточно схема заскриньте и выключайте видео девчонки кому недостаточно кто пока выйдет видео хочет разобраться с узором пожалуйста это видео для вас кому медленно ставим на ускоренный кому слишком быстро ставим на замедленный просмотр все это все в настройках видео думаю вы знаете я снимала об этом видео и так раппорт узора у нас состоит из 18 петель здесь одна дополнительная девятнадцатая и две кромочные то есть я набираю двадцать одну петлю это у нас один ром этот один ром он у нас вот так вот находится что раппорт узора у нас видите вот он здесь половина здесь половина только потом он как бы и складывается в узор вот эти вот 18 у меня здесь вот так вот 18 вот от этих лицевых петель по 18 то есть вот он я не правильно показала и вот так вот показала на самом деле вот так вот раппорт у нас везде только половинки четвертинки этого ромба и так первый ряд кромочные я не знаю озвучивать не озвучивать первая лицевая петля далее 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо то есть мы спицу вводим слева направо тут очень важно тут уклоны интересно так получается далее 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 3 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая и кромочная изнаночная изнаночные четные ряды мы вяжем по узору то есть там где изнаночная мы провязываем изнаночной где лицевая лицевой все накиды мы провязываем изнаночной вот этот первый раз 2 ряд вернее 1 изнаночные я показываю а потом я изнаночные четные ряды я просто буду вырезать из видео чтобы не удлинять все вяжем по узору как смотрят как лежат петли мы это знаем умеем и уже вязали итак третий ряд 1 лицевая накид 2 изнаночные вместе лицевой с уклоном вправо я их вот так вот переодеваю и провязываю с уклоном вправо здесь в начале я не переодевала потому что набранные были петли сейчас переодеваю так 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо лицевая 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные накид лицевая и кромочная 4 четный ряд по узору 5 ряд кромочная 1 лицевая накид 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 3 вместе здесь мы вторую ставим поверх первой и провязываем 3 вместе накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево здесь конечно немного необычно нам вот эти уклоны но они именно так и выглядят в оригинале поэтому мы это делаем для того чтобы максимально приблизить к оригиналу так 2 изнаночные лицевая накид лицевая кромочная 6 изнаночный ряд по узору 7 ряд кромочная лицевая накид 2 лицевые 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо 5 лицевых 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные 2 лицевые накид лицевая кромочная 8 ряд изнаночные по узору 9 ряд кромочная 2 лицевые накид 2 лицевые 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 изнаночные 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные 2 лицевые накид 2 лицевые кромочная 3 изнаночные 2 лицевые кромочная 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 5 лицевая накид 2 лицевые 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо лицевая 2 вместе лицевой с уклоном влево 2 изнаночные 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо накид лицевая и изнаночная 12 изнаночный ряд по узору 13 ряд лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 лицевые 2 изнаночные 3 вместе лицевой 2 изнаночные 2 лицевые накид вместе с уклоном вправо лицевая накид лицевая изнаночная 14 изнаночный ряд по узору 15 ряд лицевая 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 3 лицевые 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые и кромочная изнаночная 16 изнаночный ряд по узору 15 ряд лицевая 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 2 лицевой с уклоном влево 2 изнаночные накид лицевая накид 2 изнаночные 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 лицевые накид 2 лицевые 2 вместе лицев лицевая, кромочная и изнаночная, восемнадцатый ряд, изнаночный по узору, девятнадцатый ряд, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 лицевые, накид и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Если это, вот здесь у нас 2 вместе, заканчивается 2 вместе, если это в центре, вернее вязание, да, если у нас 2 раппорта, то это у нас получается 3 вместе, то есть здесь вот у нас на стыке 2 раппорта, это не 2 вместе и 2 вместе, это 3 вместе, то есть вот такая вот вершинка, точно такая же. Двадцатый ряд по узору, двадцать первый ряд, кромочная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 лицевые, кромочная, 22 ряд изнаночный по узору, 23 ряд, кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 лицевые и кромочная, 24 кромочный ряд, изнаночные по узору, 25 ряд, кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 лицевая и кромочная, 26 ряд по узору, 27 ряд, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 вместе лицевой с уклоном вправо и кромочная. Итак, раппорт мы связали, это то, что я говорила, видите, по сути у меня здесь полромба, здесь полромба, здесь полромба, здесь полромба в таком виде и полромба здесь в таком виде. Это весь раппорт. Девчонки, попробуйте, пока я выложу видео, образец, попробовать просто, чтобы руки привыкли к голове, в подсознании отложился сам узор, его нужно, чтобы он запечатлелся в голове, тогда вяжется легко, чтобы пока выйдет видео, вы понимали. Значит, попробуйте связать 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту, и вы увидите, как вырисовывается узор, и вы уже будете понимать, как бы, что где и как он вяжется. Вот он наш узорчик, и вот складывается он в такие вот прекрасные ромбы. Ещё единственное, что хочу сказать, буду вязать 3 размера, но будет XS, S, ML, XL, 2XL приблизительно, потому что у нас здесь, вот видите, как бы эти ромбы, чтобы не нарушать структуру узора, к сожалению, не получится разобрать совсем уж по размерам, но так как модель у нас oversize такая, поэтому нам это не страшно. То есть, вы выберете уже по схеме, по размеру, то, что вам, как бы, ближе больше подходит. Этот же узор, вот кардиганчик, у нас связан одним узором, так что вяжем, что хотим, вот на своё усмотрение, девчонки. На сегодня всё, готовимся, ждём, у нас ещё есть время к осени, поэтому ждём. Обдумайте моё предложение по поводу сопровождения, совместника сопровождения, то есть вязание с моей помощью, как вы на это смотрите. Понятное дело, что это будет не бесплатно, потому что я буду тратить на этот месяц времени. Ну, я хочу попробовать, посмотрим, девчонки. Экспериментальный вариант будет буквально за символическую цену, поэтому вот так вот. Всё, девчонки, на сегодня всё, с вами была Бига и Школа Рукоделия.